Снова предоставляется главному тренеру Курденового Круга Ак-Тубе Владимиру Муханову. Обсуждение плана на матч мы с ребятами говорили не по этому поводу. Одно дело шаг сделать и на 3 очка подняться гораздо важнее психологически готовить себя к более серьезным делам. У нас еще 4 матча осталось, мы вполне можем подняться значительно. По игре мне понравилось, как мы сегодня играли, особенно в атаке. Были очень умные комбинации с выводом третьего. Были отрезки времени, когда неплохо играли в пас контроль мяча. Были достаточно хорошие эпизоды работы с мячом против прессинга. Были ошибки, конечно, были. Но в футбол такая вещь, где-то напряжение сказывается и в какой-то степени усталость. Поэтому, естественно, соперник тоже мог забить. Но выиграли мы по игре и по счету справедливо. Поэтому я всех болельщиков благодарю за то, что они горячо нас поддерживают. Я надеюсь, что и в будущем так оно и будет. А мы постараемся их не подводить. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Владимир Васильевич, в первом тайме практически ни одного нарушения со стороны от ТУБы против артобасы. Во втором тайме большое количество нарушений и, соответственно, опасностей из-за этих нарушений. С чем это связано? С усталостью игроков, с функциональной неготовностью игроков или с чем-то другим? Или с заменами? Вот вынуждены замены, наверное. Я думаю, что чуть-чуть началось не так, когда заменили Нейна. Уже видно, что стержень здесь немножко другой. Это не умаляет достойность других игроков, но все-таки у каждого свой крест. Поэтому, конечно, здесь немножко нарушился баланс. И где-то мы вперед с удовольствием бежали. И в этих эпизодах его Леулин задерживался не своевременно. Ну, в общем-то, и своего лета теряли мячи не совсем обязательные. Немножко азарт захватил ребят. И, безусловно, на исходе матча его обороны, хотя не сказать, что для них такое супер напряженное, но постоянно держа в поле зрения быстрых игроков Козлова и Лагбиджимми, да, фамилия, да, что они постоянно играют за спину, конечно, их держало напряжение. В конце концов, это привело, с моей стороны, ну, несколько там таких не очень сложных ошибок. Можно было бы сыграть по уверению. Ну, будем работать, будем исправлять. У нас еще не полностью укомплектовано. Когда-то, несколько дней назад, мы в два легионера играли, сегодня уже в четыре. И, наконец, может быть, заиграем в шесть. И, если сегодняшние игроки отдадут им место, я надеюсь, что в команде будет здоровая конкуренция, где будут играть только сильнейшие. Спасибо. Жанн Василович Максотов. У меня вопрос по отдату Саларетову. Саларетов, во втором тайме практически ни одного полезного действия не совершал, но при этом пользуется у вас неограниченным кредитом довериям. Почему, например, тот же бойчок, Какимов, а Докаремову не предоставит шанс? Ну, шанс, конечно, можно предоставить. Просто здесь есть одно маленькое, но весомое «но». Для того, чтобы выпустить Бученко, и кого еще назвали? Ну, Какимов, мы на него рассчитываем. Он будет, безусловно, в конкуренции. Просто сегодня так матч складывался, замены которого не планировали. Вот, и я это про «но» начал. Мне необходимо обязательно, чтобы я дал шанс, как вы говорите, кому-то другому. Я обязан его представить, как он будет на этом поле выглядеть. Если я не представляю его пока, значит, рад. Ответил на ваш вопрос? А Саулен, конечно, много ошибается, но такой объем работы, которую он делает, иногда полезный, иногда не очень. Ну, а как еще, не помните, как Лугвиненко рос и остальные, а дошли до сборной. Терпение, господа, терпение. Нет, если будет возможно, конечно, будем другим давать. Но есть тренировочный процесс, в котором все видно, как на ладони. И не выдергиваю с утра, там, как там, любишь-не любишь, а здесь поставлю-не поставлю. Я так не работаю. Что вижу, то и делаю. Да куда же еще больше доверять? Я что, не доверяю, что ли? В данном случае бойчук проигрывает конкуренцию улету. Неужели они понятны? Если бы он был сильнее, он бы играл. Спасибо большое. Спасибо.